Добрый день, дорогие друзья! Передача новости Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гела Васадзе, и сегодня у нас на связи с Баку хорошо знакомый вам военный и политический аналитик Гейдар Мирза. Привет, Гейдар. Очень рад тебя видеть. Привет, Гела. Здравствуйте. Гейдар, в Дверице есть хорошее выражение «Где Кура, где мой дом?» Так вот, где Каспий, где Украина? С одной стороны, ну как бы географические все-таки регионы, геополитический регион один, но географический все-таки достаточно далеко состоит Каспий от Украины. Если не считать Кубань и там территорию между Доном и Волгой Украиной, что тоже вполне можно и вполне было бы логичным, но пока это точно не Украина. И тем не менее, вопрос о Каспии, вопрос о месте региона в войне, которая сейчас ведет Россия против Украины, он становится все более и более, скажем так, актуальным. Чем это вызвано, на твой взгляд, и насколько это, вообще, насколько эта точка зрения, что Каспий становится актуален в этой войне, релевантна? Ну, начнем с того, с чего начал ты. Гела на грузинском, кстати, по-моему, Курай там, Кваре, да, если не ошибаюсь. Наше село, село моего отца, Каратакля, оно как раз на берегу Куры, так что там, где Кура, там и мой дом. Это 12 километров от Тбилиси. Насчет того, что Каспий стал ближе к Украине, вернее, он, с одной стороны, далек от Украины, но он стал ближе в негативном свете, в свете оперативно-стратегического того, что происходит сейчас на фронтах украинской войны. А именно, прошу прощения, это моя кошка. Да, я скоро буду. И, значит, обратите внимание, что происходит. Где-то с первого дня войны, мы уже видели в новостях, что появлялись время от времени сводки о том, что ракетные удары, которые наносятся по территории Украины, в первую очередь те из них, которые нацелены на какие-то крупные инфраструктурные объекты, на городскую полосу и так далее, то есть вот это все стратегические, так называемые. А они определенно сейчас наносятся силами ВМС именно Каспийской флотиды. Это было с первого дня войны. Но что происходит сейчас? Сейчас это приобретается, если сравнить, посмотри, вот Москва, ракетный крейсер, он был уничтожен 13-14 апреля. Буквально через несколько дней, 18 апреля, наносится удар. Это ракеты калибр НКА, наносятся по Львову. Это из акватории Каспийского моря. Еще через несколько дней по Одессе наносится снова ракетный удар. Это снова акватория Каспийского моря, но сообщалось, что это стратегические бомбардировщики Ту-95. То есть тут есть несколько объяснений. С одной стороны, это то, которое перед глазами, то, что вот Черноморская флотилия, она с самого начала, с первого дня войны, она действовала уже в стратегических, серьезно невыгодных условиях. Потому что турки перекрыли проливы, и если что, то есть какие-то перегрузки с других флотов делать уже было невозможно. Соответственно, он действовал, российский флот, изолированный. После того, как потери появились, во-первых, расход ракет, во-вторых, потери. И самая важная потеря Москвы, которая обеспечила прикрытие с воздуха, не только свое собственное, но и других кораблей платили, а также сухопутных соединений, действующих в прибрежной полосе. Соответственно, увеличение количества пусков из акватории Каспийского моря, в первую очередь это по причине того, что Черноморская группировка ослабла. Также расход ракет, я это уже упомянул, потому что ракеты, они распределены как-то, видимо, по всем флотам и так далее. То есть они все же сейчас находятся в Черном море. В данном случае речь идет о ракетах калибра НК, которые тоже до войны, они как бы серьезно рекламировались. И что касается Каспия, я вам такую вещь скажу, что там есть два корабля Дагестан и Патарстан. Это сторожевые корабли с ракетными, ну это ракетные, малые ракетные корабли, можно сказать, фактически. И несмотря на это, там на каждом из них по 8 установок, которые могут выстреливать ракетами калибра НК. Это ракета Дальнего действия. В 15-м году мы это наблюдали, когда эти ракеты пускались по целям в Сирии в октябре 15-го года. Тогда был первый случай, когда Каспий, он стал как-то вовлечен в географическую эспансию какого-то конфликта. Но мы понимаем, что в случае Сирии мы не можем говорить о полноценном межнациональном конфликте. Там совсем другая специфика была. Сейчас мы наблюдаем то, что происходит. Вот мы с тобой неоднократно говорили об экспансии конфликта, когда пошли новости о том, что сирийские боевики могут участвовать в конфликте. Кстати, где они? До сих пор, по-моему, не появились. Это была угроза экспансии. В данном случае мы видим более яркое явление в виде того, что конкретные корабли из акватории Каспийского моря, север Каспия, наносят удары по целям в Украине. Смотрите теперь, что происходит. Если корабли российской флотилии, наносящие удары по Украине из акватории Черного моря, являются легитимными целями и как бы поражаются украинской стороной, то если бы у них были такие возможности, они, видимо, его поразили также и корабли Каспийской флотилии российской. Просто мы приходим к той теме, что сейчас на данный момент у них, ну, поскольку я бы говорил, я уже говорил на это всему с российскими экспертами, с украинскими экспертами, пардон, поражать российские корабли на Каспии украинцев возможности пока нет. Ну, так или иначе, значит, смотри, так или иначе Россия расширяет географию. Вот насколько это вообще необходимость. Понимаешь, в чем дело? Или это, ну, есть политическая целесообразность, есть военная необходимость. Насколько вот в этих запусках, скажем, во-первых, в Сирии они так, насколько я понимаю, они очень хорошо тогда отстрелялись, но тем не менее. Во-первых, в Сирии, насколько была необходимость вот в таких запусках для Сирии, я не имею в виду для общих понтов и так далее, и насколько необходимо сейчас именно с Каспио пулять ракетами. Где же Аэссен? Ну, что мы подразумеваем здесь под необходимостью? Необходимость разного рода бывает. Необходимость, именно связанная с боевыми действиями, или, например, может быть необходимость протестировать оружие. Так, вот я про это и спрашиваю. Например, да. Протестировать оружие? Калибр НК, например, в Сирии конкретно тестировался, да, можно сказать. И сейчас в каком-то смысле продолжает тестироваться, в том числе и там на живых массивах украинских. Что происходит? Смотри, есть очень хороший симптом. Это то, что есть такой эксперт украинский, Александр Коваленко. Эта информация с его стороны, она не подтверждена. Опять-таки, это важный момент, неподтвержденная информация. И он говорил о том, что ракетный корабль малый, сторожевой корабль Расул Гамзатов из Каспийской флотильги российской, когда его перебрасывали буксиром по Волгодонскому каналу в Черное море, он потерпел, ну, в общем, там он обо что-то ударился, там закончилось тем, что у него там бинт вышел встроен. И корабль сейчас неровно способен. Оставим в сторону факт аварии, правда или неправда, но сам факт информации о том, что они пытаются перебрасывать что-то из Каспийской флотильи на Черное море, когда накладывается на факт того, что увеличивается количество запусков именно из акватории Каспийского моря, говорит о том, что после гибели Москвы Черноморский флот, он перешел тотально в пассивный режим. Более того, они стараются, то есть какие-то действия предпринять, чтобы усилить эту свою группировку. Ну, я не думаю, что Волгодон там переброски по одному судну. Причем, понимаешь, как если произойдет серьезная авария, то, например, на Волгодонском канале, то он вообще может быть перепрыгнутым. Там вообще уже больше ничего не перебросишь. По-любому надо рассматривать в контексте того, что они тоже понимают, что украинская страна не станет достать эти корабли на Каспий. Насчет того, насколько целесообразно украинцам наносить удар по этим судам на Каспий, ну, есть вопрос приоритетности. Я согласен, что некоторые украинские эксперты мне говорили, что не настолько приоритетный. Но я задаю вопрос в ответ. Если по мере того, как пассивная Черноморская группировка российская, будет все больше и больше уходить в пассивный режим, и просто с дальнего радиуса будут этим калиграми забрасывать из Каспия все ракеты дальше, то есть как-то же надо будет, да, ПВО что-то будет, может, перехватывать, может, нет. Поэтому какие-то действия украинцы будут в ответ вынуждены предпринять, или же в нынешнем контексте у них нет средств для предпринятия действий, поднимать этот вопрос перед Западными Союзами. Что бы было, да. Ну, ты понимаешь, что... А что бы было, то есть что, то есть я добью, что там уже делится, или это какие-то высокоточные средства дальнего поражения, воздух, земля, или это могут быть какие-то оперативно-тактические какие-то системы, очень точные, которые могли бы кораблями поразить, так как положено, в качестве возмездия. Или же, ну, ты знаешь, я бы совсем такой сценарий фантастическим не назвал, нельзя исключать возможности разведывательных каких-то акций. Опять-таки, в свете того, что происходит там вот в Брянске и так далее, я не совсем понял, что происходит, поэтому чисто теоретически я не исключаю эту возможность тоже. Честно говоря, насчет Брянска там могут быть, у меня тоже есть свои версии, могут быть разные варианты, но я, например, считаю, что... И приоритетная у меня версия, то, что они сами себя обстреливают и так далее. Для чего это? Для того, чтобы показать... И в Приднестровье сейчас, кстати, тоже. Для того, чтобы показать Западу опасность распространения войны и на их территорию тоже. Что, мол, типа того, вот смотрите, вот украинцы, если вы будете давать им по-прежнему столько оружия, они дают, они очень много дают сейчас, насколько я понимаю, хотя много оружия в такой ситуации не бывает, то украинцы потом пойдут брать Москву, и мы уже вынуждены будем применить ядерное оружие. Ну, что-то в этом роде. Хотя вполне возможно, что есть и диверсионные группы, например, поезда под откос в Белгородщине или в Брянске тоже это было. Может быть, скорее всего, пускали такие диверсионные группы. Знаешь, кстати, за два дня до войны, я говорил Самусем, знаешь его, да, Мишу? Да, да. Так вот, мы там обсуждали как раз-таки сценарий войны, он сценарий расписал таким образом, что, мол, они ударят по нам ракетами, он, правда, не предположил, что они ударят настолько бездарно, слава богу. Они ударят по нам ракетами, возможно, будет дезинтеграция в смысле координации действий армии, но у нас всегда есть силы специального назначения, которые и на их территории будут их мочить. Поэтому все невозможно. Если мы перейдем к военно-политическому статусу Каспии, а вообще Каспии в этом плане не повезло, долго судили, до сих пор, по-моему, договорились сказать, это озеро или море. Но так или иначе, вот эта прекрасно душная фраза «Каспий гарантированно никогда не должен стать бассейном присутствия внешних игроков и ареной силовых противостояний» означает одно, Россия там делает все, что хочет. Что с этим будет? На самом деле Каспий не может стать. До сих пор, если мы говорим о том, что происходило там в спокойные постсоветские годы, да, до войны в Украине, пока вот не стало все перемешиваться, я думаю, что в принципе никаких противостояний там быть не могло, учитывая чисто баланс сил и расставовку. Все понимали, что более-менее дееспособна в военно-морском отношении страна на Каспии, это исключительно Россия. И надо понимать, что у таких стран, как Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, возможности развития своих военно-морских сил, они гораздо больше превосходят то, что есть сейчас по факту. То есть это не делалось по политическим причинам, чтобы в первую очередь не раздражать Москву. Потому что если вы возьмете любую, и Казахстан, армию, и Туркменистан, и Азербайджан, и сравните, например, состояние сухопутных войск и военно-морских сил, нельзя сказать, что военно-морские силы, они прям вот как бы их нет, но они очень сильно как бы уступают по количеству даже элементарно и по количеству поступающих новых каких-то образцов и прочих там учений сухопутным войскам. Да, там может быть в случае Азербайджана есть вопрос приоритетов, там в конце концов у нас основная проблема, которая до сих пор существовала и частично сейчас существует, она сухопутной характеристики. И проблем с Каспийскими державами у нас нет. Но опять-таки факт остается фактом, что возможности намного превосходят. И Россия, конечно, при поддержке Ирана, где-то молчаливой, где-то не совсем, но надо понимать, что существующая архитектура безопасности на Каспии, она в серьезной степени выстроена самой же Россией, ее же усилиями. И то, что она завлекает Каспий в войну в Украине сейчас как бы косвенно, вот undermine, она как бы ставит под вопрос вот ту самую архитектуру безопасности, чтобы в Каспии не было ареной противостояния, не было бы третьих сил, не было бы ничего, что может вызвать какой-либо риск. Сейчас же она сама своими действиями ставит вот этот вопрос. Впервые в 15-м году это было поставлено, надо было понимать, что тогда, ну что могло прилететь в ответ из Сирии? Ничего, конечно. А сейчас немножко другой контекст, то, что мы называем коллективом Западом, тоже повлечен в другой степени. Но тут, что очень важно, в Каспии это зона, где очень серьезные инвестиции. Это нефтегазовый сектор, это транснациональные проекты, это очень серьезный регион, не только в контексте, то есть не стоит его рассматривать чисто как он в контексте войны в Украине, он был важен и до этого. То есть без, потому что это совершенно разные регионы, разные вот то, что есть в теории международных отношений, называется regional security complex. Например, Черноморский регион и Каспийский регион, это совершенно разные. А Южный Кавказ, это пересекающийся с ними другой. В политическом контексте вот есть символические вещи. Например, ракетный кресел в Дагестан, он был спущен на воду в 2012 году. В 2013, через год, они сразу же пустились в турне с дружественными визитами, как бы в порты других Каспийских стран, там Казахстан, Азербайджан, Казахстан, по-моему, в Иране тоже пьют, и демонстрировали там в качестве сувениров, в том числе и фотографии с первых пусков ракеты калибра НК. То есть к чему я веду? Вот все-таки в Сирии в 2015 году, а ведь конфликт в Украине уже тогда имел место быть, то есть в Сирии в 2015 году, возможно, было протестировано в какой-то форме то, что сейчас уже в более массированном масштабной форме наносятся эти удары по территории Украины. И относительно ситуации в целом на Каспии, давайте вспомним, когда вообще... Я, например, не помню, не было вообще боевых пусков никаких не было до 2015 года, чтобы кто-то по кому-то или вообще из Каспия куда-то, или кто-то откуда-то по Каспии. То есть Россия сама же на протяжении 30 лет настаивала, чтобы никого сюда не впускать. Никого надо подразумевать, что под никого, под этими третьими акторами, это, естественно, не Норвегия, не Франция даже, это конкретные страны, это США, Британия, ввиду их серьезной вовлеченности в нефтегазовые, как бы в роль Каспия в этом отношении. Это в какой-то степени Турция, страны НАТО, но в первую очередь Турция, конечно же, потому что через Азербайджан она имеет косвенный выход на Каспий. После 20-го года, ввиду того усиления элемента военного сотрудничества между иностранными, это приобретает еще более явный характер. И в каком-то смысле Израиль, это уже более как бы проблема, беспокоящая иранскую сторону. Но по-любому не было. То есть единственное, что в конце 90-х, в начале 2000-х были определенные демонстративные пролеты иранских истребителей над нефтяными платформами и нефтегазоразведывательными судами Азербайджана. Но тогда эта проблема была очень быстро решена. Просто прилетели эти турецкие пилоты из ихней шоу-группы и просто сделали пару пролетов над столицей Азербайджанской, над Бакой. И все, с тех пор иранские истребители над нашими платформами не видели. Я не помню, не было такого случая, что вот сейчас Каспий, он реально как бы превращается в косвенный фронт. В 90-е годы я еще помню, что было какое-то определенное противостояние между Туркменией и Азербайджаном. Какой-то момент был. Но это противостояние выражалось в том, что капитаны боевых судов смотрели друг на друга в бинокль внимательно на протяжении нескольких часов максимум. Ну да, да, об этом идет речь. То есть нет, понятно, что не было ни боевых действий, ничего. Это, да, ну не хватало еще, что как бы, я не знаю, просто всего произошедшего в мире, короны, войны в Украине и так далее. Так вот, в 90-х это уже не считается. И, кстати, вопрос уже решен и закрыт абсолютно. По какому поводу смотрели друг на друга в бинокль? Так вот, когда мы говорили о приоритетах и так далее, вот о основной угрозе Азербайджану и тогда, и о том, что, в общем-то, это лежит где-то на Западе, на сухопутном ТВД, потенциальном ТВД, то здесь я вспомнил просто 2020 год, 44-дневную войну, и одной из угроз, серьезной угрозы, которые звучали из Москвы опосредованно, правда, было то, что Баку находится на берегу Каспийского моря. То есть, эта проблема же тоже существует? Ну, как бы, знаешь, давай так. Я думаю, что эта проблема существовала бы и без Каспийского моря. То есть, она связана... То есть, как бы, это просто увеличение... Это еще лишняя, как бы, уязвимость, скажем так. Или же это просто расширение пространства, территории, которую ты должен охранять как часть твоих, суверенной воды. Что касается Баку, то это столица прибрежная, но в случае... Я сейчас, как бы, не говорю, что есть какая-либо угроза прямая того, что сейчас происходит в отношении Азербайджана. Это вовлечение региона, частью которой является Азербайджан, косвенно в эту войну. То есть, если это угроза, то это угроза для нас всех. Что касается столицы, ну, Тбилиси, например, не на берегу Черного моря, что не помешало им дойти, там, практически, там, сколько километров было? Я не знаю, но... Километров 20 было. По разным оценкам. Кто-то говорит меньше, кто-то говорит 12. Ну, это... Разведгруппы считать, не считать и так далее. Я, как бы, не вижу, что это... Это, как бы, не меняет... Нет, это в смысле про другое речь шла. Речь шла о том, что могут нанести, сказать, в Пийского моря удары. Они в этом плане, концептуально, все равно же необходимо решать эту проблему защиты. Я бы это назвал не удары. То есть, давайте конкретизируем. То есть, если они, сказать, в Пийского моря наносит удары по Сирии, то они могут, в принципе, в теории, они по любой точке Кавказа могут нанести удары. Они могут, например, осуществить в случае. То есть, я уверен, что, вы знаете, такие оперативные планы, они в любом генштабе, на уровне каких-то цех, они и существуют, такие разработки. И они периодически раз в 5 лет, раз в 3 года их вытаскивают из шкафов, перепроверяют, там, какие-то корректировки делают, клаут обратно. Например, высадка морского десанта. То есть, мы понимаем, что... Или же в случае Туркменистана. В случае Туркменистана там не столица на берегу Касты, но там очень существенный порт, который... Это порт Туркменистана, Красноборск. Это, во-первых, очень серьезные инвестиции, которые туда Туркменистан сделал, и не только Туркменистан. То есть, это было бы хуже, например, чем если бы взяли столицу, по факту, для туркменской экономики. Поэтому все эти страны, они в какой-то степени, они уязвимы. То есть, мы сейчас, мы начали разговор с ракетных ударов, конечно. Но тут вопрос не о ракетных ударах, а то, что называется на английском projection of force. То есть, о том, что весь Каспей, он находится в доминирующей проекции силы России. Там даже Иран ничего не решает со своими судами, похожими на, я не знаю, как их назвать, на катамараны, наверное. То есть, это велосипеды морские, а не корабли. Это сложно назвать флотом. Поэтому, кроме России, там никого нет. И возможно, что... Ну, и то, что возможно, но и Сирия в 2015 году, и сейчас мы это видим, что на фоне событий в Украине, мы видим, для чего Россия обустраивала вот именно эту архитектуру безопасности на Каспе, доминирование своего. Обрати внимание вот именно на доктрины, еще также военно-морские, какую-то концептуализацию, которая присутствует. Это в случае с Туркменистаном и Азербайджаном очень явно видно, какие суда покупаются, строятся военные на Каспии. Это малые, быстроходные катерасты, рыжевые, максимум суда. То есть, это Mosquito Fleet, по факту. Да, у Азербайджана и у Туркменистана ты с этой стороны говоришь. Да, то есть, с этой стороны. То есть, это чтобы не раздражать российскую сторону. Да, то есть, и там вообще не может быть речь о том, что в данный момент кто-то может там, как бы даже в теории... Вот смотри, мы сейчас говорим о том, что чем украинцы могут ответить. И проскочил это, мы согласились, что на уровне теории есть диверсионно-разведывательный элемент. В качестве сценария. Я, например, исключаю то, что этот диверсионно-разведывательный элемент даже в теории может попасть в территорию Каспии. Несмотря на то, что, например, мы говорим о том, что штаб, например, база находится в Каспийске, в Дагестан. Этот разведывательный диверсионный элемент может туда прийти как раз с территории Чечни или самого Дагестана. А море, оно настолько, то есть, под контролем русских, что откуда туда могут проникнуть, я даже не могу себе представить. Понятно. Ну, понимаешь, складывается очень интересная картина. Вот последняя новость, кстати, эти новости, новости энергетики и как вообще энергетический рынок отреагировал на то, что Россию выключают. Мы будем обсуждать завтра с Эльхамом Шабаумом. Так сказать, уже реклама в следующей передаче. А новость следующая. Роснефть не смогла найти покупателей на 37 миллионов баррелей нефти марки Юрлс с поставкой в мае и июне. Это примерно 5 миллионов тонн, несмотря на то, что премия уже там 28-30 долларов. Уже хотят премиальную скидку 35 долларов. И при всем при этом на, по-моему, более 1 миллиона тонн нефти прокачено. То есть рекордное какое-то число нефти прокачено по код Билиси Чайхан. И все говорят о том, что будет это нарастать и нарастать. Казахстан направляет тоже в Азербайджан, соответственно, на мировой рынке через Азербайджан свою нефть. Получается занятная картина. Мир нуждается в нефти. Мир нуждается в газе. Нефть и газ есть у Азербайджана, Туркменистана, Казахстана. Три Каспийские страны. И все это идет на мировой рынок. Тогда как у России никто покупать не хочет. Действия России. То, что Москва делает сейчас, я имею в виду не потонувший крейсер, а в Москву, как в столице. То, что они сейчас делают, это очень грамотно в контексте того, что ты сказал. Смотри, они тоже прекрасно понимают, что европейцы ищут альтернативы. Они прекрасно знают, где европейцы ищут эти альтернативы, в том числе. Где они их могут в теории найти. И учитывая то, какую роль Каспийский регион во всем этом играет, а также какие-либо транс-каспийские сценарии, не то, чтобы какие-либо конкретно существующие. А конкретно, которые уже начали работать. Да, совершенно верно. В контексте этого то, что они вовлекают, да, как мы уже начали в начале своя беседа, есть оперативные какие-то причины, происходящие на Черном море, которые приводят к тому, что они вовлекают Каспийский. Но делая это, они одновременно, то есть геополитика, особенно в военных обстоятельствах, это такая вещь, что твои действия никогда не могут быть нацелены на достижение одной какой-то цели. Потому что у нас только взаимосвязано, как минимум, должен быть первичная цель, вторичная и так далее. То, что они сейчас делают параллельно с этим, это как бы предупреждение, в том числе и Западу. Ага. И второе, это смотри, а что если вдруг, вдруг откуда ни возьмись, прилетят еще две ракеты «Нептуна»? Или же какие-либо другие ракеты? На этот раз по Татарстану или Дагестану, да? Сразу же говоришь, что Татарстан это корабль. По Татарстану не надо. Да, то есть я имею в виду корабль, а не автономный. Автономная республика? Нет, республика Татарстан, суверенное государство, субъект международного права. Кстати, конституция записано было, я сейчас не знаю как. Спасибо, что ты меня поправил. То есть мы имеем в виду корабль. И если прилетит уже по этим кораблям, то для России довольно, смотри, как бы не она обостряет ситуацию на Каспии, и она в ответ имеет карт-бланш на увеличение, на эскалацию происходящего. А, раз вы так, ну тогда, ну смотрите, как бы не я был первый. Хотя тут уже вопрос, кто был первый. Я был первый, там средства космического контроля, это же не так ракета летит, она сама по себе летит. Понятно, они не скрывают, они не скрывают то, что они наносят удары и в Каспии. Просто вопрос в том, что не я был первый в контексте того, что если будут поражаться как-то их суда на Каспии, по крайней мере те с которых тогда они как бы в ответ на это они будут отчитывать с того момента, как их суда были уничтожены. Понимаешь, они так это будут пытаться. До этого Казахстану не мы не мы стали как бы да, смотри, для того я говорю в контексте в том числе общественного мнения российского, то есть они покажут это, что они же не будут напоминать, что да, мы стреляли с Каспией по украинским судам и в ответ прилетел и то есть они просто скажут, что да, был уничтожен какой-то судно российское на Каспии. Произошла эскалация в таком-то контексте. И даже никто в России не вспоминал в том, что в 15-м году стреляли в акватории Каспии. Кстати, то есть фактически мы имеем такую ситуацию, при которой эскалация на Каспии реально выгодно России для того, чтобы как возможность дестабилизировать опять-таки энергетические рынки и сделать их меньше. Об этом-то я и говорю, то есть они осуществляют конкретно свои оперативно-стратегические цели на Украинском фронте и одновременно с этим на геополитическом, геоэкономическом измерении они посылают конкретный месседж Запад. И одновременно выглядит это так, что они провоцируют на то. В принципе, ты знаешь, я думаю, сейчас контекст такой, что потеря еще одного какого-то малого страживого корабля на Каспии пускай флагмана флотилии не изменит ничего. И если в принципе они будут уверены, что эскалация такого рода серьезно подорвет отношения между европейским партнерами США или же хотя бы ведет заминку на несколько недель, в контексте войны в Украине несколько недель это очень важно. То есть эскалация неожиданно на каком-то другом направлении это да, как бы это не решит исход конфликта, но они могут иметь в своей рациональной какой-то расклад оправдывающий об условиях. Ну а как это может повлиять на отношения США и Европы? В принципе, ну да, началась эскалация на Каспии, да, потопили лев корабль и что? Ну тут уже зависит, что... Нет, потопили их корабль это... То есть эскалация это когда уже в ответ на, так положим, то, что их корабль потопили, они начнут предпринимать какие-то действия. А там сценарий очень широкий. Надо понимать, что даже нефть, газ, экономика вот этих прикаспийских стран это серьезная степень инвестиций Запада. Даже эти нефтяные платформы, корабли, там, Upstream, там, эти все Downspring, там, как это называется, я не эксперт, нефтегазовый тело. Но как бы я знаю, что как минимум это может вести заминку, потому что тут уже вот, когда вы будете говорить, да, когда будешь обсуждать с Ильханом и Шабаном, было бы очень интересно мнение экспертов нефтегазовой сферы на то, что, насколько сейчас, вот мы часто говорим, что наш регион играет важную роль в нефтегазовой безопасности Юго-Восточной Европы, там, Южной Европы и так далее, да, это постоянно мы повторяем, но там есть какие-то конкретные, видимо, цифры, доли, удельные какие-то веса и так далее, и я думаю, что экономисты, они могут очень хорошо подсчитать, что в случае обострения или каких-то там заминок с поставками чего-либо, на ком, что в Европе так скажется. И хотя бы ты понимаешь, как, если это как-то повлияет на временные, если это создать временные лаги в поставках вооружений в Украину, например? Ну, вряд ли. Вряд ли, но может, я не знаю. Знаешь, но знаешь, что может быть, что может быть, где тут засада? А здесь может быть, и мы с тобой эту тему обсуждали, нас даже кое-кто начал обвинять в аморальности, на что я категорически не согласен, потому что мы с Копчаком эту тему обсуждали два дня назад. Это нормально обсуждать различные сценарии, как бы, каким бы трагичными они бы ни были, это наша работа. Так вот, может быть, тема ядера с Каспием очень опасной? Потому что такое возможно, чтобы... Но дело, дорогие мои, ядерная тема, она опасна по-любому. Да, она опасна по-любому. То есть, украинцам по-любому все равно, откуда по ним клятся ядерная бомба, как и вообще любая другая ракета. Что касается... Опасный, давай, почему ты считаешь, что она особо опасна? Даже сама угроза удара с Каспием, то есть, если угроза будет существовать, и если ее озвучат, артикулируют, то тогда это будет означать, что по ядеру все равно будет ответка. Ага. Я ожидал при визите не того же ценного. Во-первых, ответка не обязательно должна прийти по ядеру, который стрелял. Она может прийти по другому ядеру, она вообще может прийти по чему-то другому. Например, имеющему адекватную ценность для российской страны, как положим там. Я не думаю, что... Хотя, честно, не, я не буду уже в такую шкалу моральную вещь обсуждать. Честно, чтобы мысль, она склонна материализовываться, поэтому в зависимости от того, почему могут нанести в теории ядерный удар тактический или нетактический командование российской. потому что собьют. Эти автобусы сбиваются. Дело я не считаю, что если, предположим, не тактический, а вот конвенциональный, вот этот вот полномасштабный ядерный удар будет навесен с акватории Каспия, то... А с акватории нет? С акватории нет? С акватории стратегических ракетных 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 ракетных. Ядерное оружие может запускаться с борта тяжелого бомбардировщика, например, там это может быть. Это тактическое оружие. Опять-таки, зависит от того. Снова мы приходим к тому, что... Я не считаю, что это... В контексте ядерного оружия это не измерение. Это не тема. Да, это не тема, она опасна сама по себе. Она опасна в контексте того, что мы обсуждаем к увязке геоэкономическим факторам. В контексте ядерного оружия не только мы с тобой обсуждали... Ядерный вопрос он за два месяца столько обсуждался, пока эта война шла. Что, в принципе, многие уже эксперты сказали, что необязательно, чтобы ответ приходил именно даже по тому участку, откуда стреляли. Ответ, в принципе, когда обсуждается адекватный ответ, речь идет об уничтожении адекватной цели, а не об уничтожении того, откуда прилетело. Поэтому, как бы, тут Каспий, он это плюсу-минусу особо не делает. Он сегодня предупредил, что после речи Лаврова знаменитой, что, мол, будут астрономические вещи. И заявление Акара, это, правда, не про Каспий, это про Черное море, что он удерживает своих союзников от... Они, турки, удерживают своих союзников от активных действий на Черном море. Что же тут удерживают? Что, авианосец США? Я думаю, что, да, насчет авианосца США я не думаю, что вот прямо все, именно речь идет об авианосце, именно американском. Но, видимо, с того момента, как бы, мантрео и вот эти вот все положения международного права, в соответствии с которыми проливы перекрыты. Я уверен, что туркам, знаешь, как вот, эти супердержавы, у них у всех, да, мы только что рассказывали про Россию и как она выстраивала архитектуру на Каспии, но, объективным, если быть, вот эти вот конвенции вокруг этих проливов, они выстраиваются этими империалистами, вот. А потом, когда наступает момент, они сами же начинают искать кучу лазеек, дверей, окон, порточек, чтобы всю эту хренату, которую они томами исписали, обойти, понимаете. Опыт 2008 года показал, что конвенция мантрео существует только до тех пор, пока США не нужно очень сильно ее нарушить. И Турция, как союзник по НАТО, очень без проблем. Другое дело, что сама угроза, вот понимаешь, вот в этом заявлении, сама угроза того, что вот ребята, мы их пока сдерживаем. А что будет, если мы их не будем сдерживать? А что будет? Да, тут вот позиция Турции очень интересная. Я думаю, что это был месседж не Турции, а это был месседж, сделанный через Турцию. Да. Скорее всего, вот так. Потому что туркам, в принципе, самим, а что они, если бы турки сами посылали этот месседж, то что, они у русских пытаются что-то выторговать в обмен на это? Я не думаю. Это исключено. Скорее всего, а делать просто так сами такие заявления смысла не имеют. Соответственно, я думаю, что это устами турецкой дипломатии просто было сделано соответствующее заявление. Это фактически была угроза. Это была угроза. И надо понимать, что со времен этих конвенций война тоже очень серьезно изменилась. И асимметричность войны и современной позволяет при желании даже не очень сильным западным конкретным державам осуществлять очень серьезные действия на Черном море так, чтобы турки об этом даже не узнали. Ну, как бы в том плане, что в обход всех этих и проливов, и конвенций там даже вообще это не обсуждается. Это все, вы знаете, элементарно даже сейчас по суше корабли перебрасываются, понимаете, то есть перебросить какие-то разведыватели, то есть перебросить спецтехнику, которая позволит разведывателям и диверсионам, например, группам стран Запада. А в 55-м году одна из версий уничтожения элинкора в советском порту в Черноморске. Это одна из версий, это итальянские боевые плавцы. Вот. То есть и не надо было туда никаким итальянским подводным лодком заходить по странам НАТО. Я не знаю, в 55-м году НАТО уже существовало или нет, но в Черном море советские корабли уже тонули. Так что вот так. Тут, я думаю, что это, если возвратиться к этому заявлению, я думаю, что это устами турок было сделано, не турецкое. И, знаешь, что вот это уже не совсем в тему нашего разговора, но не могу тебе не спросить твое мнение. Главная новость сегодня, вот такая, внешнеполитическая, это разговор Эрдогана и Путина. Что говорит Эрдоган? Эрдоган говорит, ребята, давайте прекращаем огонь быстренько и давайте сначала фиксируем то, что есть, а потом, соответственно, говорим о мире. Что говорит Путин? Путин говорит, не-не-не-не-не, Путин сам, кстати, не говорилось об этом, что там Путин ему ответил, но ответ был дан заранее уже устами зам представителя ООН России, что, мол, типа того, ну не имеет смысла сейчас прекращать огонь, потому что они используют просто для перегруппировки, для накопления сил и так далее. Фактически, вот эти все разговоры про мир и так далее, ну, Россия, ее позиция понятна и я просто хочу, чтобы мы, я все время повторяюсь уже из передачи передачу, как попугай, но хочу просто, чтобы мы запомнили этот момент. Русские скажут, что мы хотим мира только тогда, когда потерпят поражение. Что-то они захотят зафиксировать позиции. В этом случае что мы имеем? В этом случае ты имеешь в виду, если начнутся переговоры? Или же... Да, ну нет, ты понимаешь, что дело? Вообще, украинцам есть смысл по-твоему разговаривать, вести переговоры? Это очень сложно сказать, потому что переговоры, они... переговоры это очень серьезный инструмент, который позволяет решать целый ряд вопросов, да, то есть переговоры, они могут вестись не только для достижения каких-то миротворческих, то есть функций там, но это, в первую очередь, канал связи, начнем с этого. Это канал получения какой-то косвенной информации. Тут уже зависит от того, что насколько эти... Да, может быть, украинцы совершенно уверены в том, что эти переговоры ничего не принесут, но как инструмент эти переговоры могут быть важны для украинских спецслужб, для дипломатической разведки и так далее. Элементарно, смотри, находится российская делегация в белорусском городе, да, на переговорах с украинцами. 20 дней сидят, никаких результатов нет, но, предположим, дважды в сутки российская делегация выходит на связь с Кремлем. Разве не так? По каким-то закрытым каналам и так далее. Западные спецслужбы перехватывают разговоры и это уже само по себе важно. Да, переговоры никому не нужны, по крайней мере, украинцам не нужны, но чисто вот таком, я очень примитивный пример привел, понимаешь, но как бы такое может и место существовать. Это раз. Второе, я не думаю, что сейчас может быть, возможности российской страны исчерпаны полностью, то есть, если мы говорим в стратегической перспективе, в оперативно-тактическом смысле, то, что они сейчас видят на своих картах и на своих вот этих таблицах, резервах и так далее, дает им основания думать, что их возможности пока не исчерпаны. И пока это не произойдет в их сознании, и это не только связано с поведением так устроена война, извините меня, можно вспомнить 44-дневную войну в 20-м году, когда тоже там неделю, через 10 дней, помните вот это неадекватно безобразное поведение Николы Пашиняна в демократическом разрезе, когда шла война. То есть, да, просто когда ты веришь в собственную пропаганду, и ты неадекватно оцениваешь ситуацию на передовой, ты все еще можешь считать, что пока не уступил момент для переговоров. Я не думаю, что сейчас поведение российской страны говорит о том, что они реально хотят от переговоров чего-то. Возможно, сейчас закладывается основа того, что у них есть определенный сценарий 9 мая и так далее, что тогда уже будет подведено как мирное соглашение, но они же не сами по себе, а украинцы им дадут, я не думаю. У украинцев свои планы на этот счет. Поэтому, знаешь, коротко сказать, я скептичен по поводу этих переговоров. Война, но очень скоро, то есть недолго осталось, потому что очень скоро в начале лета уже ситуация прояснится, и там уже мы больше будем говорить о переговорах, я думаю, нежели о боевых действиях, если не будет какой-то там ядерной эскалации и так далее. Сценария они всегда есть. Знаешь, честно говоря, я в ядерную эскалацию не верю не потому, что там что-то, а потому, что я опять-таки не верю, это не значит, что ее не может быть понятно, но на данный момент, на сегодняшний день статус-ху, на мой взгляд, он какой? Он следующий, что Россия очень сильно села внушу, очень сильно сделала все, чтобы попасть в международную изоляцию, из которой, мягко говоря, трудно будет выходить, но при всем при этом, учитывая то, что у них есть ядер, добивать их в случае, если они там отползут совсем серьезно, никто не собирается. То есть, ну, грубо говоря, скорее всего, мир даст Путину закуклиться, там проводить внутри серьезные репрессии, там оттуда будут уезжать, то есть, это такие СССР 20-х годов. Но, если они применят ядер, их уже будут добивать 100%. Там есть третий сценарий. Они не могут это не понимать? Могут это не понимать? Там есть третий сценарий, он отползает, но, как бы, они продолжают наносить удары как бы, ракетные там, бомбардировки во время от времени и так далее. То есть, как бы, война на суше по факту прекращается, но она превращается в нечто, что было, ну, как бы, раз, ни войны, ни мира, то, что было до войны, но в более горячей фазе. То есть, то, что было до Неначной войны после 2014 года, но более такой активный характер, то есть, время от времени наносятся ракетно-бомбы удары, какие-то диверсионные акции и так далее. То есть, обвинять его уже в прямой агрессии, Но тут же вопрос в том, насколько далеко они отойдут. То есть, если они отойдут с территории оккупированной в 2014-2015 годах, то тогда... Нет, я имею в виду, что отойдут идеальный вариант на государственную границу Украины, включая Крым. Это слишком пока сложная перспектива это обсуждать, потому что куча других переменов связана с самой Россией. Украины, а что там будет на самом деле, мы не знаем. Нет, еще внутри российского общества же там масса протестов. Это очень серьезный переменный вход. Как они это преподнесут обществу своему? Когда они посылили... А, ты имеешь в виду, как они... Нет, вот, кстати, вот в чем я уверен. Преподнести своему обществу они могут все, даже если они отдадут Белгородскую область сейчас в Украине. Они своему обществу все скажут. Просто без проблем. По-любому, я думаю, что война где-то на месяц минимум, она еще точно будет. И сейчас результаты... То, что будут переговоры или они отойдут, пока что, я не вижу. Нет, я просто... Это может произойти и в результате неожиданного резкого наступления украинской армии. По примеру, операция «Кольцо» хорватских и боснийских вооруженных сил в 1905 году. Когда Запад, то, что сейчас мы видим, продолжается, продолжается. Вот эта вот статичность, там кто-то где-то три села освободил, там Байден что-то сказал, Песков ответил. И вдруг где-то утром, понимаешь, там на нескольких направлениях, украинцы наносят такой удар, такими средствами, что противник не ожидает, бежит, сыпется и через пять дней украинские вооруженные силы сами освобождают свою территорию. Но надо понимать, что тут снова возвращаемся к ядерному сценарию. Потому что Россия не сяга. А смысл какой ядерный сценарий тогда применять уже? Ну все освобождать. Надо уже зализывать... В любом случае, России нужно будет после того, как что-то закончится, какой-то этап, России нужно будет зализывать раны. То, что мы называем большой, очень большой паузой. Это уже не оперативная пауза, это стратегическая пауза будет нужна. Сколько лет было между выводом войск из Афганистана и развалом Советского Союза? В 89-й, в 91-й. Я думаю, на этом можно закончить нашу сегодняшнюю беседу. Я тебе скажу так, оптимист. Большое спасибо, огромное спасибо, Гейдар, за очень интересное... Тебе спасибо, Гейдар. И слава Украине. Слава Украине. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч.